Твоя чудеса Твоя чудеса Твоя чудеса Уже на 40-й день после Пасхи Православная Церковь празднует праздник Вознесения Господнего, когда Господь со своей причистою плотью вознесся на небо и показывает и нам, что каждый человек тоже будет вознесен со своей плотью, которая у него есть, на небо то ли в рай, то ли в ад. В 50-й день после Пасхи, сошествия Святого Духа на святых учеников и апостолу, день рождения Святой Православной Церкви. Неделя прошла после Пятидесятницы, неделя всех святых праздновался день, и вот наступил Петров пост. Петров пост бывает по своей продолжительности, может быть, самый короткий 8 дней, может быть, 42 дня, в зависимости от Пасхи. Если Пасха ранняя, то, естественно, что пост будет больше, если Пасха поздняя, то пост будет короче. В этом году относительно пост Петров оказался большой, целый месяц. Вот этот пост установлен в честь памяти святых первороковных апостолов Петра и Павла, который празднуется 12 июля каждый год. То есть этот пост еще называется апостольский, потому что именно апостольские труды, перед тем, как апостолы шли на проповедь, они постились. Следует сказать о апостолах Петре и апостоле Павле. Это самые такие великие апостолы. Апостол Петров, который был простым рыбаком, горел пламенную любовь к Богу. Было время, когда он утрекся от Господа, но впоследствии, после воскресенья, когда Господь явился ему, и именно три раза спрашивал Симониони, любящий ли меня, и восстановил его в своем апостольском состоянии. Апостол Петро был мученически замучен, казнен, был распятый вниз головой, потому что он сказал, что я не хочу быть распятым, как Господь, а именно его распяли вниз головой. Апостол Павел сначала был великим гонителем христиан, Сауло его звали, такой один из самых коренных таких гонителей, разрушал церковь. И вот когда он попросился идти в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, ему на пути явился Господь и сказал, Сауле, Сауле, что ты меня гонишь? И впоследствии он стал великим апостолом языков, который прошел четыре миссионерские путешествия, оставил нам 14 посланий, и таких поучительных для нас. Вот поэтому пост – это очень важная часть жизни христианина, но действительно пост – это радостное событие, потому что человек, если когда-то кто-то постился, знает, что как бывает пост полезный, приятен для души. Пост пост установил нам сам Господь. И из Ивана Илья мы знаем, что Господь постился 40 дней, 40 ночей перед тем, как выйти на проповедь. Также с Ивана Илья мы знаем, что когда Господь исцелил одного мальчика, одного отца, который обратился с просьбой об исцелении, но апостолы перед этим не могли исцелить этого мальчика, то когда апостолы задали вопрос Господу, почему мы не могли знать этого злого духа с этого бедного мальчика, то Господь им сказал, что сей род исходит только молитвой и постом. Святые отцы нам говорят, что пост и молитва – это как два крыла, вот как у птицы два крыла, она летает, возносится над землей. Так само и в сочетании поста и молитвы, мы этим возносимся над духовной всякой суетой. Вот и что относительно Петрова поста, что можно есть. Ну считается, что этот пост такой, более, такой, менее строгий. Разрешается в этот пост рыба, вот кроме среды и пятницы. Но в этом году Рождество Иоанна Крестителя преподает на пятницу, то тоже в этот день разрешается рыба. Ну, конечно, сейчас более летнее время, то есть и зелень, и витамины, то, в принципе, не будет большим трудом, если человек попытается попроситься. Ну, конечно же, очень важно, чтобы это было, именно, чтобы человек себе поставил такую задачу, чтобы пост ему пошел на пользу духовную. Вот, очень хорошо в посту поисповедоваться, попричаститься в святых ростовых тайн. Любой человек, который когда-то исповедовался, причащался, он готовился. Вот, к примеру, три дня готовился, вот, перед исповедью, перед причастием. И как вот эти дни благоприятно действуют на человека, то есть и на душу, и на тело. Еще стоит отметить, что пост это не как диета, что вот я не буду есть, и вот, чтобы там похудеть или что-то. А именно, чтобы это было, человек себе поставил, как исполнение заповеди, потому что пост это заповедь Божия. Духовная жизнь, вот эти вот, и что сравнивают, вот как цепочка. И цепочка сложивается с колечек. А после это заповедь, как не самоцель, а именно средство для того, чтобы очистить свою душу и тяло от всякого греха. А в пост, вот, к примеру, кто простился, знает, начинаешь проститься и легче молиться. Ты, как бы, духовно возвышаешься. Человек становится таким легким, вот, потому что, особенно бывает такая еда, вот, она, как бы, так вот даже и может быть вредна. Есть такая еда, что может быть и вредна человеку, но именно всякие такие вот яства, они так немножко отягощают человека. А в пост человек немножко облегчается, становится легче молиться и на службе стоять. Поэтому в этот пост дай Бог, чтобы мы попостились, чтобы мы вложили такое духовное основание, и чтобы мы с радостью встретили апостольский праздник апостола Петра и Павла. Отец, будьте добры, вот, Великий пост, он сразу как-то настраивает человека на покаянный лад. Хочет человек или не хочет, но все к этому способствует. И погода, и внутреннее состояние. А Петров пост, лето в разгаре, и как-то очень сложно себя настроить на молитвенный лад. Ладно, ты там что-то не будешь есть, ограничишь себя в еде. Но ведь, как мы знаем, еда не приближает к Богу и не удаляет от Него. Главное, что в душе. А когда вокруг так все бушует, как настроить себя все-таки на молитвенный лад? Ну, Петров пост, я же, как уже сказал, он после 50 дней такого, можно сказать, праздничества, и очень хорошо, что человек имеет возможность и духовно так и порадоваться, и телесно. Но не можешь все время так, только в каком-то таком веселье. Надо именно церковь так благоразумно установила. И этот пост, мы знаем, что он еще с первых времен христианства, что именно этот пост после Троицы для того, чтобы попроститься. Ну, действительно, летний период, многие ездят на отдых с детьми на море. Но все-таки, где бы человек ни находился, то ли дома, то ли на море, то ли где-то вот таких вот, может быть, там какие-то праздники, все равно не надо забывать, что человек христианин. И все-таки по-христиански себя вести, потому что, ну, если ты там, к примеру, дома ты христианин, перед Пасхой ты христианин, там, после Пасхи ты уже не христианин, человек должен быть и в постхристианину, и в праздник христианином, и в любом обстоятельстве, в любых жизнях, в любых даже компаний, Чтобы все-таки вести себя как христианин. Не только по названию, что я христианин, но тут я делаю, веду себя по-христиански, а тут нет. Все равно должно быть, конечно, не смущая, никого не упрекая, никого не навязывая, но все-таки вести себя по-христиански. Пост – это такой период времени, чтобы показать и положить такое доброе начало, начало духовной жизни. Потому что как пост без молитвы, так и молитва без поста. И это есть заповедь Божия. Без этого нельзя. Отец Александр, некоторые люди, они не вкушают вообще мясо. Они по жизни идут как вегетарианцы. Но они могут быть и христианами. А как им поститься, если они не вкушают мясо? Ну вот именно, что пост, это не должно быть, что именно как диета, или вот что я не ем мясо, потому что я так хочу. Это именно должно быть как духовный подвиг. Пост заради подвига. Вот многие говорят, что я верю, я молюсь, я пощаюсь, у меня нечего есть, я пощаюсь, многие так говорят. Но пост это должно быть, как именно послушание Святой Церкви, что не так, как я там хочу, а вот именно как установлено Богом, как установлено Святой Церковью. И вот если ты так вот захочешь соблюдать все эту заповедь, то, конечно, вот многим кажется, вот там попроститься это легко. А вот именно ты, как попробуешь, исполнишь, даже вот один день попростись, и ты увидишь, какая польза именно из-за того, что ты правильно попростись, так, как учит нас Святая Православная Церковь. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на Петровку. Пускай Господь своей милостью, своей благодатью дарит нам, чтобы мы в этом посту, в добром таком делании, начинании, вот, подвязались и получили пользу от поста, чтобы мы очистились от всякого ореха, чтобы Бог нам просил наши орехи вольные и невольные, и чтобы мы молились у тех переверковных апостолов Петра и Павла, чтобы они нам помогли в этом добром делании и в наших трудах, и в нашей жизни. Божьей вам помощи, Ангелы Хранителя.